Здравствуйте, меня зовут Фирсов Сергей Николаевич, мне 29 лет, прожила в городе Винница, Украина. По профессии инженер-строитель, сейчас работаю в сфере текстового контента. Нахожусь под психотронной обработкой, или как ее еще называют, за границей, в странах Америки, в Европе. Это Targeted Individuals. Открытая стадия точно началась в 2016 году в родном городе. Как она проявлялась? Это слышимость голосов, которые вроде бы как никто больше не слышал. Преследования, угрозы на улице, на работе, во всех сферах деятельности, живыми людьми. Но возможно все началось и раньше. Как я понимаю, эти злоумышленники сначала жертву маринуют, дискредитируя общество, потом уже включают все остальное. Ну, как и известно, дискредитированного человека, с ним можно сделать, если не все, то очень многое, без страха того, что тебе как-то отомстят. То, что это ксетеррор, я понял, понятно, не сразу. Я сначала думал, что я не в себе. Узнал о явлении из интернета. Просто вводил запрос чтения мыслей и нашел информацию, которая очень была похожа на то, что происходит с ним. Какие технологии применяются? Ну, это технологии, с помощью которых злоумышленники могут считывать мои мысли. И даже, например, фиксировать выброс адреналина, о чем сообщают мне голосами, которые слышу только я, по всей видимости. Но голоса не перестаю слышать ни на улице, ни дома, ни на работе. Ну, также это те же преследования живыми людьми. Но все это делается так, что конкретные какие-то претензии предъявить трудно. Схема вот этого преследования, или, как еще его называют, консталкинга, очень четко отрепетирована, отработана. Если человек пытается как-то противодействовать этому явлению, то его сразу на законном основании могут определить или милицию, или психиатрическую лечебницу. Поэтому противодействовать практически, ну, очень-очень трудно. Значит, что касается здоровья, ну, это ясно постоянно нахождение в состоянии стресса со всеми вытекающими. Лучше все болезни от нервов, все это прекрасно знают. Времена на отсутствие нормального сна приходится как-то заглушать этих ребят. Это музыка там, например. Также вот еще один такой интересный факт. Недавно сделал плюограмму, это где-то с полгода назад, наверное. И у меня на легких нашли спайки. То есть это результат воспаления легких. Хотя вот пневмония я не болел. То есть у меня нет ни в истории болезни, и у меня как бы не было таких признаков этой пневмонии. Так, кого подозреваем? Насчет подозреваний тут можно говорить только по впечатлению. Потому что вот явление, особенность это явление в том, что абсолютно все, ну, не так, как кажется. Это очень тяжело воспринимать, поскольку постоянно тебе в голове рассказывают одно, происходит совсем другое. Ну, просто надо в этом побывать. Мне кажется, что ведется вот работа по преследованию и травле в физическом плане, то есть живыми людьми на улице за чужими руками. Как по мне, то тут замешаны как и незнакомцы, так и многие знакомые мне люди. Как бы встает вопрос, зачем? Ну, всем что-то нужно. Потому уговорить можно каждого практически. Ну, плюс это как бы не открытая какая-то агрессия, которая вредит прям вот так, так, как мы видим. То есть меня же там не бьют на улице. Просто какие-то там фразы, вроде бы как кажущиеся безобидные. Но в целом это выливается в очень большой такой комплекс, который довольно-таки сильно бьет в моральном плане. Ну, и на это не нацелена. Вот эта вот психотроника, как бы это не совсем физическое воздействие. Это волновое, это психическое воздействие на человека. Ну, и, собственно, кому-то хочется свои комплексы куда-то деть, кому-то нужны деньги, кому-то просто пиво можно купить, например, в магазине. Ну, то есть разные ситуации. Тут можно очень долго это обсуждать. Вот. Дальше еще непонятно, как это все позиционируется в обществе. Потому что, ну, вот участники вот всего этого реагируют на... Ну, они делают вот эти вот всякие вещи свои и с такой веселой реакцией. То есть на лице улыбка, весело. Ну, как бы, я не знаю, как-то, может быть, это как позиционируется в какой-то класть или как. Ну, в любом случае, понятно, они позиционируются как что-то злое, плохое. И они, ну, в любом случае, они этого не чувствуют. Но, к слову, следует заметить, что, например, всем нам известный нацизм и тот же Гитлер поначалу, вот они выставили такие понятия. И сам этот руководитель этого нацизма воспринимался довольно адекватно всеми развитыми странами в мире. Вот, поэтому, как бы, такое дело. Дальше, что касается причин нападения, тут не очень понятны для меня эти причины. То есть, как бы, я читал много случаев вот этого субсидера у разных людей. У всех они разные. Вообще, может быть, я кому-то не понравился просто там. Может быть, кому-то перешел дорогу, все мы люди. Но, может быть, вообще просто меня используют как мишень для тренировок, для каких-то экспериментов, для отработки каких-то схем. То есть, ну, вариантов масса, точно сказать трудно. Но то, что мной пытаются манипулировать постоянно, провоцированы какие-то действия, необдуманные и так далее, это 100%. Так, как происходит взлом мозга? Ну, я тяжело сказать, это взлом мозга, как оно происходит. Но вот я прочитал много литературы. Думаю, что как-то улавливается это электромагнитное излучение мозга специальными приборами. Ну, то, что мозг излучает, он уже давно понятно. Ну, и плюс ко всему сейчас создают всяческие нейроинтерфейсы. Это самая яркая компания Neuralink Илона Маска. Так что, это, я думаю, вполне реально. Плюс, ну, даже вспомнить тот же 3G-интернет, да, он сначала использовался в военных целях, а только потом попал в руки обывателей, таких обычных людей. Поэтому то, что там попадает в обывательское использование, уже, скорее всего, очень давно используется в каких-то специализированных, военных, там, ну, и так далее, целях. А, самый интересный вопрос, это насчет психической адекватности вообще пострадавших, ну, и моей в том числе. Очень ведется активная политика по дискредитированию вот этого адекватного состояния пострадавших. Потому что, как бы, обсуждаются такие вещи, которые с первого взгляда, или когда ты просто так услышишь, ты не поверишь и подумаешь, ну, просто вот покрутишь пальцем у виска и подумаешь, человек ненормальный, пойдешь дальше, или просто не будешь на связываться, не будешь его слушать. Как бы, в группах, вот, тематических по психотеррору очень часто есть люди, которые, это просто, я думаю, считаю, что нужно знать тем, кто этим заинтересуется и будет, например, ну, захочет понять, правда это или нет. Ну, то есть, есть люди, которые провоцируют специально на какую-то неадекватную реакцию реальных пострадавших или же сами скидывают какую-то неадекватную информацию, которая влияет плохо на, так сказать, репутацию, если можно так выразиться, вот этого, реальности этого явления. То есть, если можно посетить некоторые группы и прочитав некоторые вот посты, можно подумать, что тут просто ненормальные люди собрались и все, то есть, нет никакого явления, вот. Но это, вы должны понимать, что это ведется активная работа и в интернете, и в группах этих же есть, в общем, очень много такого подсадных уток всяких. Так, насчет моей психической адекватности. Я, как и, ну, по всем, по всему тому, что я слышал, как и многие жертвы, я проходил лечение в местной психиатрической больнице. Понятно, что когда ты слышишь голоса, которые никто не слышит, и у тебя еще и читают мысли, вот, ты думаешь, что ты сошел с ума, ну, понятно. Ну, и ясно, что надо как-то что-то с этим делать, лечиться. Собственно, я там пробыл, и после клиники принимал курс лечения, таблеток. Ну, после клиники я тоже думал, что не в себе, поскольку у меня, как бы, это все не прекращалось, и травля, и преследование, и голоса, и чтение мыслей, и все это везде чувствовалось. Ну, что хочу сказать, что после клиники я сразу устроил самоработку, то есть я работал, но я работал в ночную смену, так, где, ну, меня могли, как бы, меньше достать. Вот, работа была шумная, то есть я меньше обращал внимания, все, что мне хотелось, это просто прийти домой и веспаться. Таким образом я, как бы, остановился немного, от всего этого оправился. Вот, ну, со временем я понял, что все реально. Когда уже пришел в себя, как бы, можно, нужно понимать, что это очень сильное состояние аффекта, да, в циконе есть состояние аффекта, то есть ты находишься в постоянном стрессе, в очень сильном, тебя одолевает злость, страх, ненависть, желание разобраться во всем, непонимание, вообще ничего, замешательства, и все это в куче. Ну, и то есть это воспроизводит очень большой эффект на психию человека. Вот, ну, и поэтому надо от этого всего как-то отойти. Дальше, что я пробовал сделать? В принципе, вот, я не только, я узнаю тоже точно еще одного человека, которого получилось записать вот эти вот голоса на диктофон в помещении. Но на диктофон, то есть диктофонную запись надо обработать в специальной программе, там, в принципе, обработка не такая уж сложная, но чтобы нормально что-то более-менее что услышать, надо вот сделать некоторую обработку. Это я, конечно, сделал не сразу, это было тысячу, там, этих проб, как это все, но возможно. Ну, как бы, доказательства это не пойдет, потому что, понятно, запись можно подделать, все такое, но вот лично для себя, после этого я уже точно начал понимать, что это все реально, все это происходит. Так, значит, по поводу доказательств, в принципе, можно назвать следующее. Для тех, кто сомневается, да? Значит, можно почитать информацию о нейробиологе Рафаэле Юсте. Рафаэль Юсте. И о законах, которые он лоббировал в конце 2019 года в сфере нейроправа, там было два законопроекта в Чили. Я не знаю, или там приняли что-то, или не приняли, информации нет, но вот есть такое. Дальше. Есть информация о нейробиологе, также и нейроэтике, который сформулировал основные принципы использования таких технологий, которые разрабатывает нейролинк Илона Маска. Это Марчелло Иенко. Сам этот Марчелло Иенко говорит, что в мире распространен нейрокапитализм, то есть, ну, это аппетит ИРО, вот это вот все-то новое, и оно есть. Ну, вот, на основе вот этого всего, я так понимаю, что, ну, это рассуждение этого Марчелло Иенко, и вот плюс Рафаэль Юсте, может, еще кто-то есть, я просто не нашел всю информацию, но вот в Европе уже готовят законы в сфере нейронных прав, нейрорайдс. Вот, в интернете такая информация также есть. Значит, основные тезы вот в этих, в этого законодательства, это право на познавательную свободу, право на неприкосновенность частной жизни, право на психическую неприкосновенность, право на психическую преемственность. Вот, то есть, как бы тоже, не зря же такие законы принимают. Вот, ну, и еще есть информация, ну, это уже, как бы, четко, вы можете поискать в интернете, там есть информация такая. Значит, есть положительное решение суда по воздействию удаленному вот таким СВЧ-излучению. Ну, я просто, вот, я знаю, как бы, как это все называется, но я не хочу сейчас бросаться вот такими-то такими четкими названиями, потому что я в этом не разбираюсь, я в этом не профессионал, поэтому объясняю своими словами. Вот, значит, есть положительное решение суда вот по преступлению, которое очень схоже с психотронным воздействием в США в 2008 году. Деловой партнер, было два деловых партнера, один решил у другого отжать бизнес. Значит, тот, кто хотел отжать его, звали Джереми Редфорд, а тот пострадавшего звали Джеймс Уолберт. Вот, ну и Джеймс Уолберт подал в суд и получил положительное решение суда. Ну, значит, прекратились все вот эти вот нападки на него на законном основании. То есть, все это случилось в округе Сенджвик, штат Канзас. То есть, это уже документально зафиксировано. Вот, еще по поводу атаках в Украине, например, есть информация, что в 2005 году вот такие вот похожие атаки производились на одно из литературных издательств Украины. Называть не буду, потому что как бы неизвестно ли это правда или это неправда, но информация такая есть. Вот. Ну, это вкратце на конкретных примерах. Дополнительно, можно, конечно, еще назвать там, что вот в той же Википедии как бы отрицается само понятие пси-террора, да, но есть много информации по технологиям, нейроуправления, ну, вот этого всего. Если кому-то интересно, можете почитать, то есть, это не новости. И это сейчас уже, я думаю, неудивительно, что это используется в каких-то преступных целях. Ну, то же самое, это, да, придумали порок, кто-то придумал его для того, чтобы взорвать кокорные породы, да, и там добывать какие-то минералы, а кто-то с помощью пороха сделал пули и начал стрелять. То есть, такая. Так, по поводу обращений в СБУ, ой, по поводу, в принципе, обращения в правоохранительные органы, то я обращался в СБУ свое городское, местное заявление по поводу вот такого воздействия. Как бы, не знаю, ну, в принципе, тяжело было правильно как-то сформулировать эту вот всю ситуацию. Согласно законодательству нашему, у нас было коллективное заявление и я вот на основе вот этого коллективного заявления написал. Мне сказали, что, ну, я не только заявил, заявление, я дал флешку с информацией, которую я успел, ну, смог там достать, написал проблем, как я ее понимаю, как оно происходит на самом деле, как история, как со мной все происходило. Вот. То есть, заявление было еще с таким объясняющими материалами. Ну, мне вообще сказали, что вот о таких приборах, да, когда я объяснился вкратце, ничего не слышали, ну, как бы, понятно, в законе нету и, ну, я думаю, что это вот связано с тем, что конкретного сопутствующего закона нету, по которому можно там что-то возбуждать какие-то дела. Вот. Ну, заявление приняли, пока результата никакого нет. Значит, по поводу того, пробовал ли я говорить об этом явлении с родными, друзьями, пробовал, на меня смотрят, на неадекватно, он и, как бы, это не смешно, но, как есть, так и говорю. Вот. Дальше, там, по поводу специальных возможностей, не, не обладаю и не обладал. Вот. Ну, так, вкратце, в принципе, вся ситуация. Напоследок, можно сказать, что довольно-таки вообще сложно находиться в этом всем. Вот. Ну, и, конечно же, мы очень ждем и надеемся все пострадавшие, что в скором времени законы, которые пропагандируют Марчелло, Янко и Рафаэль Юстер, не примутся и в скором времени дойдут до нашей страны. Очень надеемся. Всем спасибо за внимание. До свидания.